Ушла легенда. Volkswagen прекратил производство седанов Passat, но сохранил выпуск универсалов. Таким образом, история трёхобъёмных Passat прервалась спустя 33 года непрерывного производства. Причина, как легко догадаться, в катастрофическом падении продаж. Раньше модель находила около 200 тысяч поклонников ежегодно, а сейчас годовой тираж рухнул до недопустимых 80 тысяч. И с седаном решили попрощаться. Впрочем, российский офис компании Volkswagen уверяет, что четырёхдверный Passat исключён только из европейской гаммы, а вот производство автомобилей для внешних рынков, включая российский, продолжится. При этом последние поставки машин были осенью. Однако представительство уверяет, что вскоре дилеры получат свежий тираж, составленный из экземпляров 22 года выпуска. Что касается будущего самой модели, то европейские СМИ уверяют, будто бы следующее поколение будет построено из Шкоды Супер. Притом такое родство вдобавок принесёт смену формата. Вместо седана Passat станет лифтбэком. Следующая новость также касается любителей чистокровных европейцев. Марка Citroёn провела большое обновление кроссовера C5 Aircross. Вместо двухэтажной архитектуры появились крупные блочные фары, у которых рисунок ходовых огней стал визуальным продолжением решётки радиатора. И здесь любопытно вот что. Именно Citroёn первым из мирового автопрома начал применять двухэтажную оптику, которая сейчас стала мейнстримом для большинства брендов. А сейчас французы первыми отказались от такого решения. Остальные перемены вышли менее масштабными. Задние фонари изменили световой рисунок, а обвес кузова сделался солиднее. Теперь вместо ярких контрастных вставок большому Aircross полагается тёмный декор. В салоне прописался широкоформатный 10-дюймовый тачскрин. Он поднят максимально высоко, чтобы снизу могли разместиться дефлекторы вентиляции. Вместо селектора автомата занял крошечный переключатель. Вдобавок производитель обещает новые сидения, что будут толще и комфортнее прежних, а также несколько других приятных мелочей. Однако по технике вообще ничего нового. В Европе продажи рестайлинговых машин начнутся буквально через месяц-другой, а к нам новинка прибудет ориентировочно летом. Впрочем, обновления вряд ли помогут нишевой модели стать сильно популярнее.